Столкновение в Донбассе. В ССУ захватили Староморевку и атакуют ополченцев. После того, как накануне днем украинские военные нанесли по территории Луганской и Донецких народных республик не менее 110 ударов, стало известно об интенсивном продвижении украинской армии вглубь территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. На данный момент украинским силам удалось захватить населенный пункт Староморевка и ВСУ пытаются продвинуться еще дальше. Бои в районе Староморевки, в которую вчера вошли украинские военные, продолжаются. Стороны применяют артиллерию, минометы и беспилотники. Вчерашняя операция вооруженных сил Украины по захвату Староморевки явно пошла не по плану. Пошедшие в силу военнослужащие украинской 93-й механизированной бригады попали под интенсивный огонь народной милиции ДНР и понесли потери. Пресс-центр так называемой операции объединенных сил сообщил об убитом и раненном, однако эти данные, вероятно, занижены. Завязались артиллерийские дуэли. Обстреливали Тельманова и Новую Моревку. Артиллерия ДНР наосила удары по позициям и ближним тылам украинских военных. Вечером ВСУ применили ударный беспилотник Байрактар. Он атаковал позицию артиллерии ДНР. Однако защитники Донбасса продолжили нанесение ответных ударов. По состоянию на утро 27 октября стороны продолжили артиллерийские дуэли. Пресс-центр так называемой ООС сообщает о том, что народная милиция применяет артиллерию и минометы. Кроме того, по позициям ВСУ отработал беспилотник ДНР, сбросивший на них самодельные боеприпасы. В данный момент Староморевка находится под контролем украинских военных, сообщает российское информационное новостное агентство N-News. Если силам ВСУ удастся прорваться в Тельманово и Новую Моревку, ситуация может оказаться критической для сил ДНР. Итак, ВСУ фактически отрежут часть территории самопровозглашенные республики не только восстановят контроль над значительным районом, но и получат возможность начать осаду Донецка сразу с трех направлений. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, имеются введения о том, что ополченцы ДНР несут довольно серьезные потери и могут оставить свои позиции в течение ближайших часов. Хотя источники в самопровозглашенной республики эти сведения опровергают, утверждают совершенно противоположное. Следует отметить, что прорыв ВСУ на территорию ДНР был допущен из-за отсутствия прикрытия данного направления, что может стать фатальной ошибкой для ополченцев и руководства ДНР. ВСУ на территорию 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 ДНР.